мы делаем объединенный режим что это такое объединенный режим это когда две петли мы должны соединить в одно и взяться за одну стропу то есть мы берем ставим вот таким образом 1 сверху проходит сюда нижняя верхнюю нижняя верхнюю и у нас должны появиться вот такие усики нету где-то есть усатый где он вот он красавчик его усики получше чем эти конечно есть значит еще раз смотрите берем TRX одна сверху нижняя верхнюю и затянули вот то что должно получиться то есть у нас получается для ноги и для руки одна стропа есть это мы попробуем дальше смотрим повороты корпуса стоя упражнение которое включает полностью все мышцы кора плюс еще сумасшедшая статика на мышцы спины на грудные мышцы очень крутое упражнение но опять же максимальная концентрация смотрите становимся где-то под градусов 70 правая рука мощнее поэтому держим ее левой накрываем вот наше положение теперь нейтральное положение поясницы да то есть мы не должны стартовать с такой позиции мы вытянуты в прямую линию подкручен таз и за счет пресса за счет косых мы разворачиваемся сюда уходим и разворачиваемся можете смотреть на точку крепления может чуть поворачивать голову я когда делаю я стараюсь уйти в точку крепления и разворачиваюсь можете поворачивать немного главное здесь ротация здесь нет ротации смотрите ошибка это когда начинает разворачивать все тело и опять же идет сильно скручивая нагрузка на поясницу раз и во вторых вы начинаете включать ноги и нагрузка уходит скоро а ваша задача не расслабляя ягодиц развернуться вот вы расслабите ягодицы что произойдет все понимаете поэтому важно что ваши ягодицы статичны и вы за счет пресса разворачиваетесь очень сильно работают грудные широчайшие но основная динамика должна быть здесь вы можете учить как подводящие клиента вот такое движение раз-два и опуститься вниз примеру раз-два опуститься вниз то есть это уже как бы уровень бог да но для того чтобы научить клиента вы можете просто делать подтяжечку развернулись сюда вернитесь не ну это да это есть но основная основная ошибка то что люди просто не считают что это нужно раскачиваться дергаться и это типа фишка трx фишка трx наоборот все делать медленно и чтобы контролировали мышцы кора если вы будете дергать то получается что произошло вы придаете ускорение просто летите и ничего не работает чем медленнее темп при выполнении тем больше концентрации нужно тем больше горит энергии тем больше нагрузка идет целевые мышцы поэтому давайте так идем по прогрессии мы можем сделать 1 2 3 4 мы можем сделать 1 2 прямые руки опустить и попробуйте с прямыми руками поработать очень классно идет на косые мышцы пресса хорошо укрепляется мелкие мышцы спины кто знает какие мышцы мелкие спины внутренней а читая там конечно а да это надо знать остистый поперечную поперечную остистый межостистый смотрите исходное положение я стану в зеркало чтоб я контролер здрасте если мы работаем на правую часть мы держим правой рукой левая рука накрывает правая нога назад руки все время в процессе выполнения находится на уровне макушки то есть это очень важно я объясню почему положение выпада есть важно определить угол то есть чем больше вы отходите назад тем сложнее но сильно отходить не надо потому что пойдет излом на позвоночник поэтому я думаю что вот это для меня в идеале будет вот исходное локти в стороны вы отпускаете таз даем натяжение косым мышцам и втягиваем опускаем таз и втягиваем если мы будем двигать руками что у нас пойдет растяжка широчайших нагрузка на поясницу поэтому в процессе выполнения вы следите чтобы руки все время были зафиксированы отведены в стороны сторону и втягиваем не просто возвращаемся а именно что мы делаем да вот это движение скручивающее то есть мы максимально сокращаем косые мышцы за счет еще концентрации сделали поменялись левую ногу правая левая сторона работает правая рука держит левая накрывает уровень голова есть правая левая нога назад ушли и втянули растянули почувствовали растяжку на следующий день после этого упражнения вообще что тебя били по ребрам то есть межреберные косые болят вот так вот сделать это просто нереально поэтому это очень крутое упражнение и еще один момент всегда потому что есть ошибка когда его делают особенно в нижней позиции расслабляет живот пузо торчит и он еще скручивает это пузо еще сюда ушло да то есть опять же нейтральное положение поясницы всегда при выполнении вы должны держать живот максимально втянутым себя не расслаблять пробуем становимся боком точки крепления если у нас работает правая сторона у нас правая нога находится сзади лицом к точке крепления тело где-то под градусов 70 60 чем больше уйдете под угол тем сложнее есть вот наше исходное положение ровненько стоим на против точки крепления опять же ягодицы пресс зажаты и за счет косых мышц мы возвращаемся в такую позицию сюда идет вдох и за счет пресса возвращаемся понятно да смотрите опять же что бывает расслабляется раскручивается дергают руками мы этого не делаем мы как подводящие вы можете просто поставить человека в эту позицию чтобы он просто почувствовал натяжение и дайте ему такое упражнение там по 15 раз к примеру динамику в руках а статика у вас в прессе потом вы можете дать раз два три четыре то есть это все подводящие упражнения можете дать раз два а с этого положения выводим ну и уровень вы помните какой да это когда у нас идет идет движение уже за счет корпуса то есть чем длиннее рычаг тем вам будет сложнее подводящие можно делать и рекомендую всем делать а потом постепенно выходить на прямые руки то есть сейчас просто станьте там поделайте 10 жимов можете усложнить чуть больше угол да потом пробуем подтянули выпрямили сюда и вверх а потом уже попробуйте к примеру прямыми руками сделать что касается боковой планки опять же задействуем косые мышцы пресса понятно что дело все все тело но акцент идет на боковую поверхность тела то есть мы выходим с вами в статику боковая планка рука на полу да то есть это самый простой вариант то есть следите только чтоб не было вот этого то есть мы должны стараться соблюдать эту плоскость но рукой вы можете немного придерживаться да учим человека это простой вариант чуть усложняем точку пару меньше да то есть мы уже руки не подключаем удерживаем планочку дальше руку поднимаем выходим на одну линию с максимальное напряжение здесь рукой тянемся вперед рукой вверх макушка вперед и третий вариант он более динамичный то есть вы уводите сюда раскрывает уводите руку сюда раскрывает рука на полу рука на пояс рука вверх и динамика раскрылись и вверх пробуем